Всекубанский турнир на Кубок губернаторов Сочи на финишной прямой в течение двух недель борьба за выход в городской этап соревнований шла во всех четырех районах курорта. В городе для футбольных матчей выделили 80 спортивных площадок. В итоге к футбольным баталиям присоединились 12 тысяч детей. Каждый год именно этот турнир бьет все рекорды по числу участников. Главное, чтобы наши дети были заняты в летнее каникулярное время, чтобы они имели возможность играть в футбол, заниматься спортом. Футбол – это уже, наверное, вид спорта, который лидирует по всем своим показателям. Это самое большое число занимающихся таким видом спорта, независимо от возраста. Городской этап соревнований прошел уже на настоящем большом футбольном поле. После отсева на первых турах в числе сильнейших оказались 12 команд, по три от каждого района. И вот главный момент – свисток арбитра, игра начинается. Одновременно за звание лучшей дворовой команды футболисты борются сразу на нескольких площадках. Укороченные таймы. Здесь малыш играет два тайма по 10 минут, старший играет по 15 минут. В принципе, укороченное поле, немножко меньше ворота. Конечно, здесь не увидишь красивой игры на поле любители, зато каждый из матчей богат на голы. А эмоции футболистов, пожалуй, еще ярче, чем в профессиональном футболе. Особенно, когда исход игры решает пенальти. Городской этап турнира определит три команды победителя, по одной из каждой возрастной группы. Чемпионы отправятся в Белореченск на зональный этап соревнований. И ставки только на победу. Ведь за шестилетнюю историю участия в этом турнире, высшую награду Куба губернатора, наши футболисты в Сочи привозили уже дважды. Галина Моисеева, Ольга Десятого, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.